Уже совсем скоро у Эстонии появится новый президент. А что знает молодежь об уходящем президенте и его обязанностях? Морс провел опрос в Таллиннском университете. Чем вам запомнился уходящий президент? Тем, что он развелся с Витойной. То, что наложил контакты с западными странами и у нас поднимал. Ну, как бы он справился, я считаю, что он был виноват. Чем тебе запомнился уходящий президент? Разводом с женой, новой супругой. Бабочками, свадьбами. Тем, что он был в два срока. И это, наверное, первый президент Эстонии, который реально осознавал, что это президент, потому что у него такой возраст. Уходящий президент, ну, к сожалению, ничем хороший. Всякими высказываниями, обидными, поведением не самым достойным. Рукопожатиями, которые он там делал, не с теми людьми. Его замечательным диджейским сетом в России в Финляндии. Его замечательной кожаночкой, в которую он выступал. Я абсолютно согласна, что именно для государства он ничем не запомнился. Запомнился с фриком-то своим... Да, он фрик, я считаю, для меня тоже. С фриком-то смешным видом, какими бабочками своими, такой весь модный. Чем он может запомниться? У него было столько косяков, что запомнился он у каждому по-своему. И особо ничем хорошим он не запомнился. Первое, что приходит в голову, это идиотский присед карты вместе с Томми Кэшем. Это было убого, отвратительно. Надо говорить почему, надеюсь, нет. На самом деле уходящий президент запомнился мне тем, что о нем очень много говорили. И медиа, и СМИ. То есть достаточно такая популярная фигура. А чем его супруга? Потому что все мы знаем, чем его супруга запомнилась. О, предыдущая была, мне кажется, более такая... к народу больше тянулась. Ну, это может еще просто из-за того, что положение находится не очень так открыто к народу. Ну, по-моему, мнение. Супруга, мне кажется, больше сделала общественных работ для общества. Она занимается йогой. Она не только йогой. Я, насколько знаю, у нее много интересов всяких. Кулинария, книги с детьми она там занимается. Ну и плюс ее замечательная выходка в кафе Комет. Когда она стала экс-супругой президента. Ну и плюс, чем запомнилась... Мне запомнилась одна статья, там, где она жалуется, как тяжело после президентской жизни становиться нормальным. Обучить человеком ездить на общественном транспорте, что для нее вообще абсолютно неприемлемо, как для бывшей супруги президента. Какие вообще обязанности у нашего президента? Если я не ошибаюсь, а я, наверное, ошибаюсь, представительские функции. То есть по факту он особо ничего не решает. Он просто представляет страну. Представляет страну другим странам. Как бы налаживать контакт, и он является лицом нашего государства, но он ничего не решает. Я согласен. Ну, не самая главная политическая личность у нас в стране. Но что-то там лидер каких-то военных сил или армии, что-то такое. То, что со школы учил. А ты знаешь, какие вообще в Эстонии обязанности у президента? В Эстонии президент имеет представительскую власть. То есть не понимаю, почему вокруг него столько критики, по сути. Он не должен у нас ничем таким серьезным заниматься. Вообще, поскольку у нас... Какая у нас? У парламентарная. Он представляет нашу страну на эксплуатацию. Во внешних странах. А кого бы вы хотели видеть президентом нашей страны? Человек, который не зацикливается только на одном и в разных направлениях развивает страну. Ну, хотелось бы видеть такого человека, который все-таки будет в стране давать пример и быть примером. По-моему, так без разницы вообще, кто будет первым человеком в стране. По факту ты просто находишься на хорошо оплачиваемой должности, в красивом домике, но ничего, по сути, не делаешь. Во всяком случае, очень хорошо, когда ты делаешь ничего и ни в чем плохим не светишься. Это уже победа, с чем даже предыдущий президент никак не справиться не мог. А кого бы вы хотели видеть президентом нашей страны? Кого-то адекватного. Вот серьезно, адекватного. Человека, который уважал всех жителей. Не только жителей, а также граждан и неграждан, чтобы уважали людей и создавали условия для всех. И представляю, чтобы вот мы смотрели на представителей нашей страны и понимали, что вот этим шмаком я реально гарпшуюсь, что он представил нас по красоте, а не опозорил в очередной раз с какой-нибудь дурацкой выходкой. Не знаю, не принципиально, потому что я не слышу, чтобы президент делал что-то очень-очень важное, наверное. Поэтому без разницы, главное, чтобы человек хороший был.